Искворение святителя Ана Златоуста, Слово о посте. Я восклицаю сильнее трубы, не с тем, чтобы обольстить слух удовольствием, но чтобы заглушить удовольствие словом истины, страсть желудка прекратить и вызвать действия поста. Пост доставляет небесную выгоду, а сладострастие – вред, подлежащий наказанию. Кто предается пище и удовлетворяет страсть желудка, тот теряет духовный плод души. А кто постом иссушает плоть и избегает обжорства, тот заготовляет себе, как сокровище, надежду лучшего. Пост учит целомудрию, делает твердым. Пост приготовляет к благочестию и упражняет для терпения. Пост создает ангельскую жизнь и усовершает духовное тело. Пост – защита души и непобедимое оружие тела. Не допускает он к себе коварного удовольствия и поборает восстающую страсть. Пост возводит мысль на небо и окрыляет ее к бессмертной природе. Итак, будем поститься, возлюбленные, не проходя дни поста с унылым лицом, но располагая ими со светлой душой, как рабы Христовы. Если ты подошел к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся. Он очищает твою душу от яда. Не принимай на себя поста относительно хорошего, вкушения чего-то сладкого, но будь долготерпелив в ожидании более сладких учений. Потому ты и воздерживаешься от снегий, чтобы тебя питал дух, и удаляешься от телесных яств, чтобы исполниться духовных приношений. Пост – есть лекарство, разрушительное для греха, и мягкая мазь для души, очищающая с целью благочестия. Как при наиболее худых болезнях устраняется телесный гной, когда делаются присыпки из чего-нибудь самого острого и стягивающего. Таким же образом и плесень греха, проникшую в душу, иссушает стягивающий пост, понемногу смягчая, потом очистив совершенно, он уничтожает ее. Поэтому, если пост и сопряжен с трудом, но полезен и удобно ступен, не пасти с печалью, чтобы не потерять своего труда, не ропщи, что немного замедлишь, замедлишь, чтобы из-за малого не подвергнуться наказанию за все. Насколько пост тягивает тело, настолько пользы от поста. Обратись к жизни праведных и найдешь, что они прославились больше всего через пост. Прежде всего, Моисей после поста вошел в мрак и сделался через пост с собеседником с Богом. Присоединив еще сорокадневный пост, он стал законодателем. Ни хлеба не ел, ни вина не пил. Он довольствовался той пищей, что учился законоположению от законополагателя. Чтобы тебе знать, насколько полезен пост и насколько вредно пьянство, восстающее против поста, заметь то, что делает Моисей, и то, что происходит у народа. И найдешь силу поста. Вверху Моисей получал закон, внизу народ отвергал закон. Опечалившись, Моисей разбил закон, считая неразумным, верять закон опьяненным и передавать изречение душам, отягченным вином. Смотри, сколь несправедливо пьянство в восстании против поста. И пост опять, исправив столько зла в те же самые дни, возобновил закон, оставил его для нас памятником безопасной жизни. Может быть, этим происшествием выражается некоторая тайна, что первый закон будет упразднен, как сокрушен на неверие первого народа, а второй будет действен всюду, так как второй народ с верою принимает второй закон и сохраняет. И Илья после сорокадневного поста и с одним приемом пищи, прошедшим пустыню, не чувствовал усталости. Пост носил его, облегчая труд. И после поста он созерцал Бога, насколько то доступно человеческой природе. Не телесными очами он созерцал бестелесного, но сердцем умозрел незримого, чистотой своей души, блаженной чистой сердцем, ибо они Бога узрят. Так, после поста он заключил небо против необузданных и тратящих свою жизнь на наслаждение, чтобы чего они не избрали по собственному произволению. Воспитались в этом голодом поста и узнали, как полезен пост, и что выражает свою действенность даже во время наслаждения. Даниил, пропастившись три седмицы и не вкусив хлеба страстей, сойдя в львийный ров по зависти необузданных, научил там посту даже львов. Дикие звери устыдились постника, стали кротче разумных зверей и заключили свои пасти, не осмелившись коснуться святого тела. Одев свое тело постом, как бы оружием, и совершенно укрепившись им, он отвлек глаза львов, показался им не в человеческом теле, но ангельском. И три отрока вавилоне, не пожелавшие причаститься царской беззаконной трапезы, но пожелавшие последовать законному посту, войдя в роженную печь, угостили пламень, сделали постом печь росною вместо огненной. Он, огонь, отступил от приобыкших в посте, не будучи в состоянии коснуться их тела. А против незнающих поста огонь дерзнул, всех окружающих халдеев истребил. В теле отроков не было чего-нибудь вещественного, так как действием поста оно стало духовным. Так же и неневитяне постом отразили смерть. Прибыв в непрерывном посте три дня, они отменили вечное наказание немногими днями, оставили вечную похвалу для мира. Смотрите, возлюбленные, как силен пост, совершаемый с молитвою и делами. Пост и молитва избавляют от смерти, а правда выше их обоих. Пост и уничтожение смерти, и освобождение от гнева. Пост очищения мысли, сожитель воздержания, упражнения в благочестии, иго правды. Пост умеет бедного делать богатым, не позволяет не вовремя трату, дает самостоятельность меры. Он умеет и богатого делать правителем собственного имущества, не позволяя ему безбоязненно его поглощать. Пост знает и цвет юности. Он учит обузданию в пище, облекает воздержанием, и мудро ведет к благочестию и целомудрию. Он умеет и старцев умудрять, и око мысли соблюдать в чистоте. Пост и тело сохраняет в большем здравии, не отягчаясь пищею. Оно не принимает вещества болезней, но становится легким, укрепляется для принятия даров. Поэтому будем поститься возлюбленные, чтобы достигнуть духовных даров. Кто постится, тот воспитывает душу для благочестия. Он, пользуясь образом телесного воздержания для попечения душе, так же устраняется от порочных помышлений, входящих в душу, как удаляется от совне приходящих снедей. Видишь, сколько даров поста, и с каким он связан благочестием. Самого Бога он склоняется сойти к человеческой природе. Итак, постись, пребывай в молитвах, общении, наставлениях, не покидай собрания, как обычно некоторые. Проводи не в хлопотах или судах целый день, чтобы собрать денег, которые ты должен расточать. Да поспешим же приготовленной нам надеждью воскресенья. Там, наслаждаясь назначенными благами, а здесь веселясь ожиданием, во Христе Иисусе, которому слава во веки веков. Аминь. Том 10, створение святителя Анат Златоуста, страница 962. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.